здрасте и друзья мои это я алена как слышно и чося здрасте ждем когда то они сейчас объявится чуть не ножки то ужас какой-то о как дела-то ваши жуть какая-то как вы езжаете разъезжайте из москвы так кто тут татьяна запрос татьяна давай я тебя посмотреть таня-таня-таня что мне нажать танчик чушь такое-то не нажать танюшка то чтобы ты у меня появилась ты где ксень иди сюда быстро у меня не подключается да привет здравствуй таня слушай ты сейчас сказала что у меня на доске я тоже сижу и думаю что челку скоро зубами откусывать буду а ногти как у тебя смотри смотри как у меня выросли когти я теперь могу просто руками мясо рвать здрасте все здрасте я говорила с катей семеновой с нашей подружкой ты видел какой у нее радикальный цвет волос зайдите к ней посмотрите она тут на медне значит делась и педикюр она мне рассказывал как это было стрёмно потому что она говорит соседи стали звучать по батареи потому что ток-ток-ток-ток-ток скоро мы все будем вот скоро ручки ножки отрастут ручки ручки отрастут ну как ты там давай рассказывай я совсем у меня это что там у тебя а вот оно как-то вот налетело вот все накатило меня налетела грусть ну что ж пойду пройдусь вот какая-то жопа наступила вообще жизни ну это ужасно это ужасно она с тобой уволили Таня ты знаешь я в курсе да мы с тобой безработные люди да мы потеряли работу да так что нам теперь закрылась наша волшебная филармоничка пойдем в работу или филармонию пойдем теперь что пойдем на биржу на биржу пойдем пойдем бомбить ты знаешь бомбить мы можем с тобой только два раза в неделю понимаешь да пропуска как жить-то как жить-то и на что это вообще-то ну как как жить ты там чернозем-то я слышала заказала я чернозем накупила да картофан картофан насадим с тобой да вот спрашивают из филармонии с филармонии вас уволили да за профнепригодность да мы работали в красногорской филармонии вот все у нас там было хорошо но нам пришло письмо о том что мы теперь ругательное письмо ругательное то самим жрать нечего вы тут еще ждиенки дуры старые инквон отсюда вот и мы короче сделали вот как моя мама по немецкой но я не буду сейчас разносить зибитте конец фразы звучит как зибитте да зибитте так же друзья вот так просили чтобы мы в общем тут сидели сейчас и и и вот здравствуй 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 бонда какого хрена мы должны петь сейчас ксюшу скажите из чего это будет Иванова петь мою песню скажите пожалуйста чего это такое вообще тут что сейчас вот сейчас что это вот Иванова так же будет сейчас петь его песни Какое отношение? Да никакого. Девки мои пишут, до пенсии не дотянули мы с тобой. Не дотянули девки вообще. Всё, теперь, не знаю, пойдём. По рукам пойдём. Пенсии не будет, да. Ну, видишь, там народ уже какие-то эти фишки придумывает. Видела? Нет, расскажи. За деньгу малую людей с днём рождения поздравляют. Люди даже в штаммах сидят, да? В штаммах сидят, бедненькие. А им надо ещё с них денег, ещё сказать. Ну, сука, да мне 30 рублей. Я тебе сказала, ай, люди, тяжести. Я не знаю, я не отравалась от этой хренатени. Лилюшки, тётюшки. Ну, вообще, да. Очень странный такой посыл. Как ты будешь, русская народная. Привет из Беларуси. Беларуси, это вообще странно. У меня завтра... Как вы там, кстати? Как вы там в Беларуси-то? Да, что у вас там? Напишите, мы переживаем за вас. Зато там говорят, что во всём мире есть, а у вас ничего нет. Как так вышло-то? Ой, привет из Адлера нам с тобой. Видишь, привет из Адлера. Блин, в Адлере теперь не знаю, когда. В Адлере нас кто не пускает. Теперь нас в это... Как этих? Прокажённые. Вы, говорит, из Москвы? Да, из Москвы. Артисты? Из Москвы? Врага не ссать. Это была такая смешная история. Вот. Что мы будем делать летом, мы не знаем. Потому что, скорее всего, до осени. Абсолютно. Но всё-таки есть слабая надежда, что, может, в июничке-то нас хотя бы выпустят. Хотя в июне, может, это самое... Магазин с колготками откроют, понимаешь? Потому что колготки... Сейчас снег идёт. У тебя, кстати, был снег? У меня сейчас такая метель была, вообще трынёт. Да, да, да. Просто, да. Снег есть. Муравьи появились, я не знаю. Белки, блин, уже как ходят, как... Не, ну белки тут вся знатные. Белки-то я лично видела. Муравьёв пока нет. Мои пока не оттаяли. В общем, какая-то пипец какой-то. Да, вот видишь, нас везде ждут с тобой. Сибири ждут. В Казани рады нам будут. В общем, везде-везде. Вот опять... Да, Екатеринбург. 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 Да-ка. Передайте привет Кургану. Курган. Курган! Курган! То есть Клёвбург. Беларусь одолевает во всём. Что там это? Ну, что-то как-то какие-то такие разорванные сообщения. Видимо, морзянкой бьют. Поэтому целиком не проходит. Ой, Сургут. Ой, смотри, какая широкая география. Так, вот видишь, а чем будете зарабатывать вот сейчас? Есть идею? У нас чем будем зарабатывать? Да. Ну, у меня, знаешь, бомбить. Бомбить после того, не знаю. Я, честно говоря, не знаю. То есть у меня две профессии публичные. То есть я ничего не могу. Лекции читать? Кто меня пустит? Кому? Кому читать их? Потому что они, опять же, больше двух не собирают. Слушай, смотри, у тебя профессии публичные. Ну, ты там можешь частные уроки давать. Музыки мне. Можешь меня учить играть? Я тебя умокаю. Знаешь, только там уже толпа такая стоит уже. Спину мне там, что-то деле. Пепитером, знаешь. Паланусом. Без тебя есть. Не знаю, что делать. Картошку сейчас буду зажать. Там, не знаю. Музыка. Слушай, а я-то своим дипломом. Я вообще менеджер крупных предприятий. Могу заводом руководить. Ты меня устроил куда-нибудь? Я там, я не знаю. Как свечной заводик какой-нибудь. Без директора останется. Окультуриваюсь буду. Менеджер твоих. Да-да. Точно. Кстати, вот никто не знает, чем заниматься. Как зарабатывать деньги вообще. И будут ли деньги вообще, в принципе. Потому что на бусики перейдем. Черепки там какие. Черепки там. Корешки, черепки. Так, а что будем делать летом? Летом. Я не знаю, что я буду делать летом. Если уродятся яблоки, я буду самогон гнать. Хороший делок. Наш какой аппарат красивый у меня. Вообще. Такой прям блестящий. Такой с какими-то этими трубами. Ой, вообще просто. Произведение искусства. Хорошо. А это законно, Таня? Ну, что это ты сейчас такое говоришь? Ну, я ж не буду это... На продажу? Из калитки. Рюмочную. Наш окошко. Для кошек. Вот это клево. Норка такой под забором. Ну, вот это, да. Куда коты ходят, этот откидной. Про лоток такой. Так, раз, раз, раз. Про лоток, да. Читала я, мне так шутка понравилась. Говорит, куда бы еще в квартире сходить? Везде он же был. Да, да, да. Говорит, сходи к коту, лоток. Вот он охренеет. И я что-то так говорила. Да, нет, самогон. Если для себя, для внутреннего, так сказать, то как бы, а что такого? Я же не продаю пока. Пока не продаю. Так, вот кто-то уже, у тебя, Танька, уже первый клиент есть на самогоне. Да? А я бы тебе буду картофель подвозить. Я говорю, то есть, такая, там, хаброшка-картошка будет. На дронах каких-то будут тебе присылать. Слушай, ну все, смотри, ну мы с тобой просто в шоколаде. То есть, ты закусон будешь поставлять, а я выпивон, понимаешь? У тебя, у меня опыт есть. Я позапрошлом году опробовала. Да. И как? Аппарат я... Во! Чистый кальвадос получается. Просто из яблок, из яблочного сока, просто вот, просто открываешь, а он яблоком пахнет. Прям кальвадос. Побольше это самое, засадить картошки-то. А то ничего, это как-то, чтобы картофель уродилась. Самогон, например, картошка-то, да, печь. Да, печь пироги, да. Да можно и печь пироги. Что угодно можно делать. О, с Алтая, привет. Вот в Алтае нет этой дряни, кстати, по телевизору говорят. Правда? Да, ни одного случая, никакого, ни корона, ни необычного. И ни фаты, ничего. Вообще, ни фаты, ничего, ни диадемы. То есть все у них прям отлично. Ну смотри, вот Макрон сказал, что он не откроет, значит, границы европейские до сентября. Скорее всего. Никогда? До сентября, там, наверное, скорее всего не откроют, да. Значит, у нас отвалилось эти морские страны и прочее. Слушай, там, смотри, уже с огурцами к нам вдоль уже пройдут. Ну вы смотри. Можно меня в бизнес солёные огурцы. То есть вообще сейчас. То есть у нас сейчас будет это самое. Организуем, да. Вот татары к нам работаются. Нам татары нужны. Нужны, конечно. Обязательно. 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 Смотри, куда ехать? Ну. В Крым не пускают. У нас, кажется, москвичи в это... Мне кажется, москвичей москвичей никуда не пустят. Да. А осталось, значит, только поехать на Волгу. А на Волге я была, значит, этим летом, там ехать некуда. Там инфраструктура вообще, то есть... Инфраструктурка. Да. То есть самогонка тому времени ничего не поспеет. И картошка тоже. Вот. Так. Но как тут надо всё это что-то наладить с какие-то другими немножко? Не, ну, до Волги, допустим, мы на старых запасах доедем с тобой. Ты же знаешь, что нет. Ну, на лыжах дойдём. На лыжах дойдём, потому что там у другого пути нет. Слушай, уже тоже смотрю в лентах у всех. Все просто уже такой хренатой страдают. Просто от безделия уже. Я же не знаю просто чего вообще. Чем ещё заняться? Приезжайте в Сейнбург. Да, летают. Вообще ужас какой-то. И все... А главное, главное, начинаешь себя давить такого, ну... Позитивного. Да, весёлого игрока такого и думаешь, блин, это что-то как-то не катит уже, совсем не катит. Ну да. Не, ну я пока, кстати, держусь ещё. Ты там давай тоже, не кисни. Тань, что-то кто-то у меня могли бы записать на нас видео. Какая-то вот Ирина мне бы пишет. Ирина, где-то. Видео какое? Не знаю, видео какое. Они странные. Они сейчас все, понимаешь, они сейчас все говорят, вы не могли бы написать значит, видео поддержку значит, Надежды Георгиевны. Я говорю, вы знаете, можно ей как бы лично позвонить и сказать, дорогая Дарья Георгиевна, вы болеете, да. Работать на какие-то, понимаешь, телекорпорации, которые, блин, никогда ни ухом, ни рылом вообще не участвуют там, в моей жизни. А я должна, понимаешь, как-то вот биться за то, чтобы от своего лица через какой-то канал поздравлять, в общем, это все. Тебя умоляю, никому ты ничего не должна вообще, берегу. Нет, это не так. Ну, мало чего они думают. Вот мы сейчас, давай вот с тобой вдвоем скажем, как мы любим Надежду Георгиевну, она потрясающая, она великая. Потрясающая. Она справится, она она боец, поэтому с ее характером я думаю, что она прям да, в общем женщина боевая, поэтому это хорошо. Все будет хорошо. Так, вот и что, а как ставить на яблочном соке самогон? На яблочном соке самогон. Меня не привлекут? Не привлекут, Зара, как это? Давай я тебя привлеку куда-нибудь. Привлеки, да, за популяризацию алкоголя. Как, ну, делаешь из яблок сок. Ну, сок вот еще. Сок, все, оставляешь бродить. Брашка получается. А, ну, из брашки, и гонишь, и горя не знаешь. У меня мама всю жизнь, ты же помнишь, да, у меня там производство было безостановочное. С нами Стас Садальский, любимый. О, Стасик, привет. Привет, привет. Я ему такие письма пишу, любимый, давай с тобой песни пою. Ну, да, у меня только пришлют какие-то смайлики и не приходят ко мне. Приходят? Вот сейчас посмотрят на нас, какие мы с тобой хорошие. И придет к тебе. Знаю, я слышала. Конечно. Я живу, прямые эфиры смотрю живы. Периодически. Самогон. Да, блин, все, короче, теперь за этот самогон у меня. Чего ты? Теперь ты будешь выходить на сцену, а теперь давайте самогон! Самогон! Пошла в жопу! Неужели самогон! С такой, с четвертью, знаешь, до которого? Да, да, да. Косю ясь, конюшин! Косю ясь, конюшин! С пузырем, да. С пузырем буду теперь, да. То есть раньше вот только колбаса, а теперь, блин, еще и это. Да, да, да. Нет, ну как-то я же в очередной раз, когда у меня там была какая-то фигня, уйти со сцены, я же хотела когда-то свиней раздать. Вот, смотри, меня уже привлекают. Заявление будет подано. Следственный комитет с целью возбуждения уголовного преследования по факту пропаганды производства и употребления спиртосодержащей продукции. Птицы! Лесом. Смешно. Да, да, шутка прошла. Ты не ездила в Москву? Знаешь, я еще... Нет, я сегодня не ездила, я хочу завтра попробовать это сделать. Хочу попробовать. Привет, старушки. Привет, молодежь. Старушки. Это же весь начало. Старушки. Да, старушек-то такие. Смотрю на себя в зеркало, а потом пиши. Старушки. Тоже мне. Ой, фу, самогон со вкусом колбасы. Ужас. Ужас. Ужас еще. Ужас. Так, значит, что-то спрашиваю. А, хочу зарядить хочу. Завтра хочу выехать. Мне там, Марусь, моей надо доехать до... забрать посылочку. А люлей не хочешь прогрести, нет? Или у себя все законно? В смысле, люлей? Я хочу пропуск сделать. Ну, как все советские люди. Хочу на МОСРУ. На МОСРУ. А у меня, знаешь, какая случилась беда-то? Я не помню пароль от этих ГОСРУ-то. И я теперь вот сижу в ЖЭ и не могу вспомнить. А без пароля как я туда зайду и как чу я слину? Вот такая вот беда со мной произошла, Таня. А попробовать по новой... Нет? Не дает? Это надо какие-то добрых людей просить. А добрые люди сейчас все на карантине дома сидят. Поэтому, в общем, какая-то вот беда. Беда-беда-беда. Ага. Ну, у меня это... У меня по рыльцу приложуха открывается. Да. Слышь какая-то это... Я сразу поставила. Лилудалус. Мультипакс. Ты знаешь, бывают дни, Евгеньевна, когда я хочу разблокировать телефон, а он меня, падла, не узнает. Тань, ты будешь смеяться. Я по разу, мне надо было что-то срочное сделать. И в этот момент я чихнула, а потом раз зевнула. И он у меня так затрясся. Кто это? Нет. Я не чихала, но он просто меня не узнает. Просто сказала, что... Женщина, вы кто? Да, да, да. А сегодня мне сказали, не знаю правды, не знаю, нет. То есть у нас, ясно, в нашей деревне пошёл мальчик в этот самый страшилки. В нашей деревне один мальчик пошёл в Сбербанк. Ему мама перебрала деньги, ему надо было снять. И по дороге, под мостом, под железной дорогой стоял милиционер и говорит, Лилудалус, мультипастер ему. А он говорит, не успел, мультипастер, мне тебе надо вот сейчас ещё чуть-чуть пройду. Вот. Так он говорит, 4,5 тысячи рублей гони. Он говорит, ну как же вот это... Главный приказал, пока не брать. Да, это самое. Он говорит, ничего не знаю. У нас разнарядка. Чем больше мы вас, таких дураков сейчас, запишем, тем больше нам будет это, как и я вообще. Слушай, премию выпишут, да, на хорошую работу. У нас тут в посёлке это сейчас все это как бы обсуждают. Не знаю, правда не знаю. И там в посёлке на реке. Про тебя, да? Да, да, да. Вот такая вот судьня. Вот. А то, что ты не творил в метро, ты видела? Толпенька. Ну, конечно. То, что творил с машинах. Ребят, ну если мы едем в собственном трассе, ещё не закрыть это долго на метро. Поставьте такси, какие-нибудь льготы, если вы так печётесь. Это вообще я в шоке, конечно. Люди будут ездить и друг на друга не чихать. Ну, в общем, какая-то, блин, какая-то вся эта фигня. Ну, смотри, вот пишет, вот трёх в эфире неинтересно. То есть мы должны были сольным концертом, видимо, выйти. Вы знаете, мы тоже скучаем. Мы не видимся. Нам трындеть, как ещё, по телефону? Хочется с глазки посмотреть. Как-то ж пообщаться. Сольный концерт. Сольный концерт. Привет. Ой, мне привет даже от... Ой, привет от... Мне привет. Наш откуда передали? Из дома, из родительского, с прудной семьи, с комсомольского. Спасибо большое. Да. И туда дошла, и туда дошла цивилизация, наконец-то. Ой, ещё техника дошла. Нашу маму. Вашу маму. Вашу маму, да. Если вам не интересно, идите на другие сайты. Где, например, блогерши или ещё какие-нибудь прекрасные дивы, они поют. Они чудесно поют. Вот идите слушайте их. А мы лучше поговорим. Хотим с вами поговорить. Господи, что это такое? Если поют, говорить не умеют, что ли? Странно. Мы всё умеем, поэтому, да, если что-то хотите. А вот у меня вопрос. В Москве планировался концерт дискотеки «Союз». На какую дату перенесли концерт. Ой, Господи, перенесли концерт. На зиму. На ноябре. По-моему, что-то на ноябре конец, по-моему. Я не знаю, если вот сейчас концертные директора смотрят, может, подскажут. Посмотри, видишь, как вот наконец-то. Я представляю, как вы писали свои первые пластинки для прелюдии и интерлюдии. В детстве я их не понимал. А сейчас понимаю. Вы же стебались, как могли. Аллилуйя! Наконец-то! Наконец-то! Причем это такой продукт, который до сих пор слушается, ну, современно. Они просто из-за своей формы, из-за того, что там вот эти фишки маленькие, из-за того, что там вот это стебаловое бесконечное. Это же круто! Не знаю. Ну да. Вообще, мне не стыдно за все эти фишки. А что с Татьяной Булановой? Татьяной Булановой вроде бы хорошо, да? Все уже получше, там разговаривали с директором. Ну, понятно, что она пока еще в больнице, но все, как бы, можно сказать, обошлось. Вот. Все хорошо, не переживайте. Раскрадут фонд национального благосостояния и кончится вирус. Ну, хоть так, блин. Ну, че ж, хоть как-нибудь. Какая фигня. Как бы это все в отдельной нашей стране, все понятно, вопросов бы не было. Но, блин, весь мир сошел с ума. Вот это что такое? Это вирус влияет на что? На головку? Я не понимаю. Не знаю. На головку не то слово, потому что это просто что-то вот как-то, вот чуял где-то подвох, а вот где-то пока понятнее. Пока понятнее. О, слушай, мне же сегодня посылка пришла, я же готовилась к концертам. Из Китая? Да. Из Китая, да, практически. Для чего там расскажи? Не из Китая она пришла. Я же готовилась, думала, сейчас как в осень-то поедем опять там, да, хотя бы в осень. Сейчас я тебе покажу. Купилась еще, такую красоту. Тренч в пайетках. Альпина, сейчас прям... Сейчас ты что? Давай. Сейчас. Ты видишь меня? Ты меня хочешь добить, что ли? Сейчас я от зависти вообще тут вижу. Смотри. Вижу, вижу, конечно. Смотри. Офигеть. Хорошо, что у нас Киркоров не смотрит. Он бы сейчас... Слушай, обзавидуете, да, Сосун? Оп. Обалдеть. Танька. Оп. Это вообще... Значит, красота. Это вообще... Ну, не знаю, когда теперь оно пригодится, но... Теперь оно тебе, когда оно понадобится, не понеколе. Я буду ходить в огород в нем, видимо. Вот буду выходить с крыльца, самогон. Тебе нужно сделать фото для самогонной языки, что-нибудь. Гламурная такая выда, чтобы от меня тут птицы шарахнулись, понимаешь, как выйду, как самолеты в Домодедово сбивать можно этим плащом. лазерный плащ. Да. И скрип. Так что вот. Хоть какая-то позитивная новость сегодня. Приехал дяденька в маске, в барышках. А ко мне приезжал курьер, не помню уже из чего. Мне звонит курьер, говорит, здрасте, я курьер, там, что-то называют, там, номер такой, какая-то фирма. Я говорю, а вы что привезли? Он говорит, откуда я знаю? Я говорю, а вы что заказывали? Я говорю, знаешь, сколько я заказываю? Я сейчас уже одурела от этих. Надо это самое, сопли выделить, понимаешь, надо заказать, там, я не знаю, еще что-нибудь, ногти подпилить, заказать другое. Так он приехал, говорит, ну, в принципе, я здесь, я там под забором бросила и уехала. Да? Это мы так с Машкой заказали еду себе, сказали еду. Знаешь, какую еду? Через завод. Ну, не готовую еду, а, то есть, пять ужинов на двоих тебе привозят, все нарезанное, только, то есть, там, 15 минут, и прям, прекрасно. Вот. И, значит, я говорю, Маша, ну, что привезут? Когда? Она говорит, ну, мам, сказали, с 7 утра, там, до 10 вечера, ну, такой временной, примерно, ну, ладно, подождем. Она звонит туда, говорит, ну, что, где наша еда? А Игорь, а мы уже все доставили. Я говорю, Маша, пойдем за коллегку, глянь, может, они реально поставили просто пакет и уехали? Ты что? Нет, ну, слава богу, я там что-то, нет, что-то перепутали, в общем, приехал дяденька, все привез. Это было смешно. Маша такая пошла, нет, мам, он не старит. Я говорю, какая жаловка. Таня, не трогайте лицо руками после плаща. Ты потрогала лицо руками? Ой, какой ужас. Кошмар какой. А что не так с плащом? Он из Китая? А, нет, он не из Китая. Ну, какая разница? Из Китая я бы попереживала, конечно. Руки партнер держали, ты что, мало ли что, мы уже до такого маразма дошли. Умоляю, не трогай. Мне когда говорят, не трогайте руками, мне хочется прям вот, у меня ждут противоречия. Холодильник мне обчинили. Да, мне обчинили холодильник за 64 тысячи рублей. За сколько? За 64, можно сказать, последний отобрали. Вообще, пипец какой-то. Да, Тань. Может, лучше надо было купить новый? Да где же его купишься, Тань, потому что магазин-то не работает. Можно было, конечно. Ну, в общем, как-то, как-то вот так. Ну, там, в общем, сгорел. К чертям собачьим. Вот. Слушай, ну, это просто, блин, трендецкая какая-то. Не трогайте лицо руками, не трогай. Я не трогаю. Я трогаю. Вот, у Ален классная прическа. Да, между прочим, вот подсуетилась, как раз вот успела. А вот кто не успел, блин, тот теперь вот косы отращивает. Да, 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 вот. Да, кстати, клево очень, да, мне тоже очень понравилось. Сейчас отрастут у меня еще когти, и на ногах я буду так... Цокать будешь, как... Хорябать об этом. Ну, у тебя соседей нет внизу, поэтому ничего страшного. Да, но мне вокруг чуть-чуть помнил. Я сегодня когда листала какие-то там фотки... Боже, а если плащ итальянский, ну все пипец. Ты чего вообще сказал? Ты итальянский? Ты что? Ну, прикопайте меня где-нибудь под елочкой. Ужас. С американскими плащами вообще... Не знаешь, что хуже, да, типа Китай, фу, типа. А сейчас, блин, не дай бог скажешь, что из Италии что-нибудь приехало, да, и все сразу. Вообще жесть какая. Я с вами смотрела фотки и нашла фотки с клипа, где мы... Ага. И это было ровно в это время. Ну, плюс-минус. Плюс-минус, да. Да, мы катались на великах, практически в купальниках, представляешь? Да, жарища-то была, помнишь, однём-то? А сейчас что происходит? А сейчас? Ну, я не знаю, что происходит. Что-то, что-то как-то вот... Вот как там твой Алабай, вот спрашивают, кто-то пропустил. Инфу! Алабай ушёл отсюда. К сожалению, или не знаю. Алабай забрали, он сбежал в соседние улицы. Вот. Я не могла не отдать, потому что, значит, его забрал заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе. Такой дядя прекрасный. Там, Валерия Романченко, по-моему, если я забыла, что-то такое, фамилия какая-то. Короче, ну, Алабай был чудесный. Это была самая ненавистная порода собак. Я, блин, я просто боялась. Не, ну, нет, чё-нибудь клёвая. А потом, знаешь, когда они сейчас появились, просто чума. Они очень хорошие. Они очень хорошие. Татьяна, вы курите? Да что ж такое? Курю, да. У вас голос хрипотцой. Я просто болею ещё. Вот, подозреваю. Чем ты болеешь, Таня? Ты чё? Ты чё сказал сейчас? Ужас какой. У меня тут собака один раз чихнула. Все разлетелись в разные стороны. У меня сегодня кот сидел, чихал. Я говорю, кекс, ты давай завязывай вот этот вот. Собаки так не замечены. Коты вот точно там, они что-то не просто с ним на шашлык. Он же у меня не гуляет. Он же у меня такой, в смысле, на улицу туда, за забор не выходит. Он по территории только. Ты уверена? Я, да. Ну, а чё он спит со мной? Я, конечно, уверена. Не знаю, не знаю, Таняка. Вот, не короной ли я болею? Да хрен он знает. Короной я болею или диадемой я болею. Да, не знаю чем. Ну, в общем, хрень какая-то со связками творится, но больше нет. У меня ничего не болит. Как бы ничего. Температура нет. Кашля почти нет. Если бы я ещё не курила, наверное, вообще бы не было, но не могу себе. Я, между прочим, тоже курила. Мы курили, будь здоров. Но в какой-то один момент я вольку в кулак собрала и, блин, ну, да, весь такой грех бросила. Вот. Просто, я могу сказать, я бросила. Помнишь, такая вот вредотень была, 25 кадр? Ну, ты помнишь? Да, да, да. Очень популярно. Я уже не знала, за что зацепиться, чтобы бросить. Пошла в долбаный 25 кадр. Ну, говорят, это просто чисто там плацебо такое, но не знаю. Ну, короче, мне это, в общем, помогло. Моя, приятельность, подогла туда. Да нифига не это. Хватит врать-то. Ты вспомни, сколько ты, блин, потом бабла отвалила за этот курс. А за что? За то, что вы купите? Да, да. Я же бросила. Поэтому, не тебе не 25 кадр. Ты просто вспомнила сумму и скалную нахрен. Да-да-да. А у меня, значит, подружка пошла может это отводить. И она отвела его, значит, и он и не пил, и не курил. Вообще ничего. Ты помнишь, есть такой, господи, Сережа Туровец. Он говорил таким голосом. В общем, он в детстве таскал колонки с лепаратурой и орал. Слышно! И ему говорили, не, Серег, давай двигай на левом. О, хорошо! И все, это вот там на стадионе, видимо, там кирда полная со связками. В общем, он таким голосом говорил, страшно, блин, ужасно, но милый парень, очень симпатичный, с таким хулиганом большим. Хороший мальчик. Да, хороший мальчик, да, работал у меня администратором. Очень хорошо. Он как бы скажет, нет, она не выйдет, не дашь вам автографы. Все, значит, памперсы наложили и убежали. Прекрасно. Вот. И, значит, жена его пошла его устраивать, чтобы он не пил и не курил. Не пил и не курил. Через четыре дня она побежала обратно с такой же суммой. Сделать, пожалуйста, все наоборот. Он говорит, почему? Говорит, ну это пипец, это невозможно. Так-то, говорит, мудила, говорит, а тут вообще такая еще зануда, еще кошмар. Нет, вы слушаете, это будет очень. Поэтому вы смотрите, все вам лучше. Во-первых, самогон скоро будет, потом непросто, а картошка будет. Да. Да, там же, потом огурцы там подтянутся еще там. читала. Табак мы выращивать не будем, как бы, но... Нет, табак мы выращивать не будем. Нет, это мы не будем. Так, что тут еще? Что тут походим? Расскажите про зеленые концерты. Про зеленые концерты рассказывали. Замечательно. барабанщикам сыпали пудру на барабаны и это все было очень весело. И там пидыщи все в пудре. Да, прозрачным скотчем, нет, прозрачным скотчем закрепли клавиши. Хочешь взять аккордик, а звучит... Да, звучит пидыщи. Все. Вот, потом что еще? Ну, зеленые колки выравнивали на гитарах. что про красиво. Да, что это они там в разные стороны крутятся, непонятно. Потом что еще? Ой, слушай, а помнишь, помнишь, когда это самое, вышли все, не помню, Толик Женьки Блаусова, ну, типа, все, кто был вообще, вся толпа, ну, инструмента же на всех не хватает, и открыли гитарный кофр, и якобы пустой кофр, играли как на клавишу, просто в пустом кофре. Ну, стадион типа не видел. Ой, а у меня друзья, у меня друзья были на подпевках, ну, это уже, когда я уже одна была, и мы поехали в какой-то такой длинный тур, одна из них там, Настя и Рита, одна сейчас, кстати, жена Андрюша Леонова, ну, сына Евгения Павловна, вот, и, значит, они тогда, это была первая поездка, и мы рассказали им про зеленый концерт, они говорят, а что такое, а что такое зеленый концерт, ой, мы прям так волнуемся, и мы говорим, дельки, сейчас это все будет, ну, это как бы сюрприз, ой, ну, мы знаем там, это про пудру, про зеленку, про колки, а, про зеленку, зеленку мазали микрофон, и когда так он, микрофон, а потом вот так вот зеленка, да, вздумала. Вот, и они выходят, и микрофон пощупали, ничего нет, и вокруг как бы все, все нормально, вот, а я башку сломала, господи, думаю, что такое им сделать, значит, и все, и это самое, и на предпоследней песне, значит, у меня там администратор выносит там ведра и ставит рядом с ними, ну, в общем, там чудеса всякие творились, ведра, и они, значит, так это, я поездка, и подпевают, и прыг там, в перерыве между песнями, они так, а что с ними делать, с ведра, этому, вот, а мне там администратор, грузчики говорят, детки, ссы тебе, это было ужасно, вот, в общем, так вот, веселье, но можно было, люди не понимали, многие не понимали, из зала, что такое, пришли на, как бы, серьезный концерт, вот, там, не так давно был, это была не зеленка, в каком-то клубе работаю, значит, и пою, пою, и вдруг, значит, посреди, посреди песни, выходит, ну, уборщица в униформе, со шваброй, начинает протирать сцену, и мне так, типа, ну, подвинься. Не видишь, что человек работает, ты чего, конечно. А я вообще, я офигела просто, я думала, думаю, прикол что ли какой, потом, нет, нормальная работница, тын-тын-тын, типа, ноги подними, типа того, знаешь, вот, все, протру, и протерла, и ушла, все, как бы. Молодец. Молодец. Прекрасная женщина, так что, блин, без зеленых концертов. А у меня в 90-е на сцене в Казани, в Дворце спорта, значит, у меня, как Фридрихштадт Палас, на задней, значит, за барабанами, стоял ОМОН. Просто они стояли, ну, что так, как-то, и та-а-а-а-а-а-а, потому что невозможно было работать без ОМОНа. Без ОМОНа. Да-да-да. И постоянно, значит, все лезли на сцену, и забава была такая, а ну-ка, залезть на сцену, и там, щипни, там, за кусок жопы, там, или еще что-нибудь, или станцуют. И, в общем, короче, и ОМОН, им уже не до песен было, люди думали, сейчас кто-то полезет, ну-ка, и что будет? А ОМОН, знаешь, так ногой, так, на тебе, и так, со сцену летает, и все, у-у-у-у, я думаю, блин, что я здесь делаю на этой сцене, это пигец какой-то. Шоу. И тут вышел, знаешь, такой чувак, он просто вышел, так спокойно на сцену, с такой шеей, вышел, что-то стал, взял меня так, что-то микрофон убрал, я там пою, он говорит, да ладно ты, брось, постой там, поговори с пацаном, и все уже, значит, там на него, он говорит, и они, главное, забзюхали, эти прекрасные охраненные государственные работники, структуры. И они так заблюхали, какая-то такая неловкая, и такая пауза, блин, что сейчас будет? И я ничего сказать не могу, потому что авторитет какой, всех же знают, 90-е, блин, там слова не знаю, оторвут тебе, и будет она на ниточки болтаться. И тут выходит, я не поверю, что за кулисы выходит уборщик. Выходит уборщик такая, знаешь, в халате такая, женщина такая, ну, уже такая в возрасте, и подходит к нему, знаешь, говорит, ну, что ты вышел? Вот так, ну, позорище-то какой, сынок. Ну, и так за ухо, знаешь, как теленка, теленка, ну, иди же ты не позорься. Да, девчонки, да, петь что-нибудь, и все. И он как телок такой, раз, за ней пошел, пошел. Это вообще какой-то... Вот. Я тебе говорю, силище, это же силище. Да. 90-е рулят, да, конечно, поэтому, когда спугает, ой, там, что, я говорю, ребята, мы 90-е рулятся. Все будет хорошо. Да, поэтому, ну, с чем удивить еще можно, я даже не знаю. Иди сюда. Что я так... О, блядь, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Даня, сейчас я тебе что покажу, ну, пожалуйста, ну, ну, иди сюда. Мне сразу видать? Ты же знаешь, как я люблю. А у нее... Нет, я так знаю, да. Ты хочешь мне вот это показать? Ну, не коронный, нет. Не коронный. Иди ко мне. А-а-а! Не потеряй. Мама, не потеряй. Тихо, тихо, тихо. Это кешечка. Боже ж ты можешь. Ты, господи, как же вы с ней живете. Слушай, он жирный стал. Он на чутье... Когда он большой стал? Он скоро... Подрос он, да. Был маленький. Подрос. Слушай, ну, блин, Апин, это героическая женщина. А-а-а! Чего? Ты что? Она мышек кушает. Ты что? Что он делает? Мышек кушает. Все, тебе ручка... Да. Ксень, привет! Тебе ручки кушает? Привет! Здрасте. Слушай, ну, он красивый. Он, конечно, красивый. Он не пугает. Кто не пугает-то, господи? Я боюсь пипец вообще. Ух! Кого? Да нет, она хорошая. Как это? Нет, я тебе верю. Я тебе верю на слово. Он, безусловно, отличный. А это молочный. Куча Королевская, это молочный, Тань. Ну, как мы были с тобой, дурки умные, так мы с тобой, дурки умные, там, прям, чуть-чуть не понимали, что вы делаете. Мышей где берете, тебя спрашивают. А, мышей в магазинах. А, заказываем по интернету. Нам под забором. А скоро ловить будем сами. Будем ловить мышей. Вот, если мы пережили 90-е, то нам уже абсолютно ничего не страшно. Слушай, он как шмарный. Слушай, а что он сам не ловит? А, ну его же нельзя выпускать. Он, может, сам поймал бы. Он, может, поймать что-нибудь другое. Не надо кого-нибудь другого поймать. О, супец. Обалдеть. Ой-ой-ой. По шее ползает. Сейчас на тебя задушит. Будет ты зашелись. По шее ползает? Да, по шее ползает. Прекрасно. Вот. Прекрасно. Ну, я просто не знаю. Вот, так что люди добрые видели. У нас какая Евгеньевна женщина. Женщина. С характером. Змей берет в руки. Человек-змея. Вот. А еще мы были в городе. В каком городе? В Кустанай. Помнишь? Замечательный город. Я на пол. Пять концертов здесь. Вот. И все мужики сидели в вязаных этих кепках. Таких вязаных. Они сидели, не снимали. Они там все. Махеровые они. Такие пушистенькие. Пушистенькие. Кто-то там у них, наверное, это, типа, как мой сейчас самогон с картошкой. Открыл бизнес по таким кепкам. Вязание крючком. Он спрашивает, сколько ему надо мышей? Сколько он ест? Много ест? Сколько ему надо мышей? Ну, две в неделю, что ли, да? Две в неделю, короче, надо. А мышки такие маленькие, беленькие. Ну, они уже мерзают. Мышь какой. Свежемороженое? Свежемороженое, да. Прекрасно. Они в холодильнике, знаешь. Я стесняюсь спросить. А у тебя? Круашаны и мыши. Да, боже, бить просто. Лучше кошку завели. Да, не знаю. Какую кошку завели? Если бы я открыла морозилку и увидела там замороженных мышей, мне кажется, я больше никогда в жизни его не открыла. Это к вопросу о том, как вы на карантине не поправляетесь. Ты захочешь поправиться, откроешь, а там мыши замороженные. Все? Угу. Аппетита как не было. Вот, фотосессию со змейкой сделаете. Никто не делал. Советуют тебе. Да, да я боюсь. Она заползет куда-нибудь, а потом мне скажут. Куда? Что ж ты? Ой. Слушай, ну красивая, конечно, зараза. Очень красивая. Но, блин. Слушай, вы когда-нибудь падали на сцене? Он не кусает? Да? Да ладно. Этот нет? А, этот нет, да. Стальный кусатель? Нет? А, ну, этот же свой. Да, свой. Мы с тобой грустные? А вы что, веселые? Кошмар какой-то. А что мы грустные? А куда еще веселее-то? Как бы уже... Спрашивают, не падали ли мы с тобой. Я падала. Где? На сцене. Со сцены. Со сцены, конечно. А что? В ящик с проводами. Помнишь, когда я упала? В ящик с проводами. Я помню, что... Блин, ты! Ты мне королу хочешь делать? Что ты? Я его не боюсь. Давай вот сюда. Нет, ты его пугаешь. Я его пугаю. Заживись. Ты его всегда пугаешь. О! Слушай, она не только его, она всех пугает. Все боятся. Ты что, не боишься? Ты боишься. Кошмар. Нет, у меня самая смешная история была... Что? Говори. Видели, как Натали упала со сцены? Конечно, видели уже. Все видели. А я не видела. Она в шарике, когда край сцены шарами украшены. И она морская черепашка. Да ладно. Я помню, что Газманов один раз долбанулся, так будь здоров. Глый. Глый. Это вообще его любимая фишка. Во-первых, я его постоянно била током от микрофона. Зимний сад. И там... Зимний сад. Это какая-то такая... Неправда. Не все. Что неправда не все? Не знаю. Что ты там скажешь? В смысле, не падали? В смысле, падали не все? Падали все. Ну, как бы... Ну, наверное, кто-то. Не знаю. А еще, значит, у меня была фобия очень часто. Потому что на моих глазах Димке Маликовой какой-то бутылкой какие-то добрые люди в 90-х зафигачили, значит, ну, с зал упустили бутылку. Ну, какая-то пластиковая там не до конца была. Ну, в общем, ну, приятного мало. И я, знаешь, потом очень долго выходила на сцену, думаю, откуда летят бутылки, не летят. В общем, это какая-то такая страсть. Ну, а... Нет, когда разбили, тогда помнишь, шапку солдатскую кинули. А-а-а, да-да-да-да. По микрофону я в крови, блин. Ну, просто как-то... Допивали, да. Так, Лизин. Отравился у нас в столовой на дне города. Что же вы так с артистами? Что же так коррит из артистов, а? Нельзя так. И так, блин, у всех гастрит. Еще и отравили, да? Еще бедный Лизин. У меня Наиль, мой клавишник, он почему-то, ну, такой своеобразный очень юмор у него. Он у него, в общем-то, всегда говорит, а это когда мы вместе едем, а где Кадыш? Кадыш. Я говорю, почему Кадыш? Он говорит, очень похоже на Кадыш. Леша, он очень хороший, но такой своеобразный. Лешечка, мы тебя любим очень сильно, не болеете. Конечно, конечно. Никто не болеет. Вот как вы не поправляетесь, спрашивают. Как вы не поправляетесь вообще? Как мы не поправляемся? Вот одно время, значит, когда мы встретились, Иванова весила килограмм, наверное, двадцать семь. Ну, хватит врать. Я, наверное, весила килограмм шестьдесят семь. Вот такая, толстокопая такая девушка. Потом мы как-то слегка сравнялись, а потом наоборот, какой-то период был, где я совсем... Да, 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 ты была потом. А я... Пошла, значит, это... Богинка Дородзе. Вот, а сейчас, значит, у нас опять все наоборот. Опять, значит, Ленка шире пошла, а Танька... Нет, никуда ты не пошла абсолютно. Никуда ты не пошла. Что-то наговариваешь на себя. Я просто... Я все это самое сейчас забуду просто. Хотела рассказать историю про... Но это, по-моему, уже было не в комбинации. Нет, это уже было в детстве. Мне сделали операцию на глазке. У меня было минус шесть. Я же слепая была вообще, капец какой-то. Вот. И мне сказали там, ну, какое-то время, значит, там... Ничего, не линзы, ничего. В общем, какой-то, ну, поберечь глазки. Вот. И я выхожу на сцену. И фига без линз, без очков, без всего. Я же ничего не вижу. У меня минус шесть. Представляешь, у меня там такой... Ну, какая-то пластилин какой-то передо мной, да? Вот. Очень удобно, кстати. Да. Я допела песни. Мне так хорошо. Думаю, блин, я же это самое. Я кланяюсь. Выхожу, значит, там что-то. К авансцене там, типа, так, ну, поклон такой, значит, цирковой, да? И вдруг слышу такой голос. И лицо такое мутное-мутное. Какой-то глазки. Дура ты, сука ты, блядь, какой. В чем лебушка на сцене приезжает? И она мне здесь, говорит, рак, какие-то цветы. И я вышла так, я опешиваю и захожу. Я говорю, ну, что за люди? Какие злые люди-то, блин, в гримёрке. Говорю, ну, что, вот за что она меня так? А музыканту усылается просто, не может быть. Подошла дочка, и она стояла, две песни с цветочками. Она уже не знала, что делать. А я же не вижу ни хера, понимаешь? И вот, и в конце концов, она уже заплакала, эта бедная девочка с цветочками, понимаешь? И всё. И уже мать, она уже, и когда мать-то подошла, и я, Дура, ты тоже подошла к авансцене. И не злаясь ей, смотря в глаза. Она же не понимает, что я её не вижу. И тогда мне, значит, это всё, это был такой кошмар. Это жуть какая-то. Ой, какая прелесть. Это интересная история. А Каска Семёнова, это вообще жесть. Она, когда у Антоновы работала, у неё... До свидания. У меня тут хит по-разному. Змей, собаки, дети вокруг меня. Она, когда у Антоновы работала, там тоже, значит, 6-7 концертов в день, и уже всё. А Антонов, значит, он же... Суровый. Суровый, серьёзный мужчина. Он там слабинку и зелёных концертов там не было вообще. Как спел, как сыграл, ты что, расслабился? Ты все в таком тонусе, значит. Вот. И Катька, значит, выходит, ну, какой-то седьмой концерт, там, 28-го города в туре. И она выходит, начинает петь, и так, музыканты так сидят, брны, и смотрят на неё. И она понимает, что что-то не то. И она так глаза опускает, а она юбку забыла одеть. У неё настолько уже замоталось, что... Прекрасно. Какая ваша любимая песня в вашем исполнении? Сейчас у нас любимая песня, это последняя поэма. В нашем, в нашем, да. Она у нас самая дорогая. Она нам так... Она как далась нам тут нелегко. Мы-то думали, сейчас как бы все обрадуются, что спели офигенские и сняли офигенские. Думаю, сейчас все обрадуются и с нами прям подпишут. Но обрадовались не все. Да, обрадовались не все. Вот. Значит, Алексей Рыбников, он очень великий музыкант, но очень своеобразный музыкант. Да, в общем, как-то он очень долго капризничал. Вот. И нам это стоило, папа Шедорсону это стоило каких-то совершенно денег. Фантастических, да. Фантастических. Мы до сих пор обрадовались. А самое интересное, это про поэта Танька рассказала. Что мы как бы разобрались, да. И тут мы думаем, слава богу, что с поэтом у нас такое... Все сложилось, да. Брендронат Тагор, он как бы уже... Почил в Бозе давно. Да, и как бы радуется на том свете исполнению этой песни. А нет, дальше рассказывает Танька. Да, ну там выяснилось, что есть замечательные совершенно наследники, которые сказали... А что это? Переводчика. Переводчика, переводчика. Ну, естественно, не Тагора, естественно, переводчика. Рабендронат Тагор. Рабендронат, нет, не дозвонился до нас. А вот переводчик... Они не нашли, они далеко. Да, да, а переводчики нашлись и сказали, что, блин, ребята, вы, конечно, все клево, но нам очень тоже хочется. Много денег. И там была целая история вообще детективная, пока это все, в общем, с ними рулилось, рулилось. Короче, нам с Леной Гейн пришлось отдать еще какую-то сумму денег. Поэтому для нас эта песня самая дорогая, самая вообще... Да, дороже этих песен, ну, где-то их песни нет. Да, мы еще не видели таких. Да, но я считаю, что нам вообще не стыдно. Я считаю, что мы круче всех стыдно. Хотя... Устроение очень хорошее. Прекрасное, но она такая получилась. Она слушается прям, вот, знаешь, вот она какая-то вот... Я не знаю, и когда мы с тобой поем на концерте, когда я пою, когда ты поешь, я не знаю, у меня люди встают на эти песни, они просто встают. И у них просто такой прям... Еще бы, знаешь, чуть-чуть... Душевный порыв такой. И они бы полетели, бы прям, понимаешь, вот это вот... Да-да-да, мне она очень хорошо, она идет именно в нашей версии, она прям шикарна. Алена, ты умеешь садиться на шпагат, я спрашиваю? Нет, нет, я не умею садиться на шпагат. Я когда-то умела, я же художественной гимнастикой занималась. Да. Да, так что я сажалась, когда-то сажалась на шпагат. Сейчас, конечно же, не то, что на шпагат. Сейчас на пол-то не сядешь. Что-то. Возраст, мать, возраст. Валерия Кручч спела. Ну, вы знаете, у нас это личное соперничество Валерии. Я, правда, не понимаю, почему она стала саратовской певицей, хотя для меня это непонятно. Вот. Ну, в общем, у нас все, что делает Валерия, все всегда круче. Да и на здоровье. Я с большим уважением, ребят, я просто рада, да, что... Кто ж против-то. Да, да, поэтому тут даже мы и спорить даже не будем. Вот. Что еще я тебе хотела сказать? Я хотела сказать о том, как мы с тобой готовились, когда к туру. А, значит, у тебя скрутило ногу, а у меня что-то еще... А, у меня это, мои головокружения мои прекрасные вернулись, да. И у нас была такая шоу-задумка. Как-то мы 50 лет комбинации. Иванова будет выходить на сцену в ходунках такая. Это любовь моя. Апина со слюноотсосом. В баллонах. Тебя даже не на кресле каталка. Знаешь, кровать вот эта. Да, да, да. Танцоры будут выносить кровать. Ой, жаль, какая. Это было очень... Ленка, а вместо танцоров стриптизера возьмем. Понимаешь, на контрасте пусть работают. Да, что-то, Танька, ты это... Ну, молодец, ты сейчас это... Я на самоизоляции просто навеяла. Я же самоизолировалась вообще. А еще мы ходили с Татьяной Геннадьевной на спектакль. Господи, как он называется, помню. Ну, в театре страны. Как же он называется. А, блин. Господи. А Лидия... Лидия Найт, да? Да, Лидия Найт, по-моему, да. Да, Лидия Найт, да. Миша, Мишка полицеймака пригласила, значит, и мы пошли туда. Значит, мы пришли туда при полном фарше, при полном, значит, макияже. Все это было прекрасно. Ровно через полчаса у нас макияжа не было, потому что от слез и от смеха. Просто... Мы вот так кулаками, руками и всем. Выплакали. Да, дико смешно. Это у меня сейчас просто стриптизеров и... А, просто... Да, просто стриптизеры. Да, эти стриптизеры были прекрасные, да. Да, ну, кстати, знаете, что этих пацанов можно позвать? Конечно. Полицеймака. На макагон? А. Нет. На тот концерт. А, покажи. На концерт. Игорь, репетировать не надо. Все отрепетировано, да. Нам с тобой... Да, да. Нам с тобой тоже репетировать ничего не надо. Так что все у нас, смотри, какие-то два дружных, замечательных таких коллектива творческих. Смотри, через пять минут нас с тобой выкинем из эфира, мать. Да, правда? Что-то... Да. Я хочу сказать, ребята, смотрите завтра мои четыре комнаты. Да, посмотрите обязательно. Я потому что там столько песен вам наготовила, и мы будем завтра песни орать. Она, кстати, готовится. Я готовлюсь. Я готовлюсь завтра вообще. Так что она очень всегда... Ленок у нас очень ответственно подходит ко всем мероприятиям. Да, и поэтому не просто вот никак я, разгильдяйка, а она все-таки вот готовится. Интересные штуки вам всякие, выискивать информацию, познавательную. Показать вам штуки такие интересные. Что-то у меня эта самая лампочка погасла. Короче, какая-то сумма всплыла. Погасла, погасла, погасла. Так, вот, что еще? А, девочки, расскажите. Сейчас, Тань, ты где? Тань, 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 Тань. С удовольствием посмотрим. О, ты здесь. Ура! Короче. Сохрани эфир, тебе пишут. Я не могу, потому что это твой. Ты мне скажи, как его сохранить? Вот смотри, вот сейчас через, вот там осталось с тобой пять минут до того, как нас автоматом выкинет. Поэтому можем заранее до этого момента со всеми попрощаться. Попрощайте. Да, и у тебя там... Кто, значит, выключил и сказал, что мы скучные старые курицы, ну, я не знаю. Горите в аду! Вот. Вау! Слым отсосом с ходунками лет через 68. Так, вот. Да, так что да. Горите в аду. А, красивая, но грубая баба. Ужас какой-то. А вот так вышло-то. А лучше быть... Страшной, но милой. Страшной, но милой. Ты что хочешь? Скажи, что нажать, Танька? Сейчас это все мне будет. Смотри, значит, давайте. Мы вас всех целуем. Да. Как-нибудь еще потом потрандим, может быть, выйдем как-нибудь. Да. Значит, нажимаешь кнопочку. Которую? До свидания, да? До свидания. Прощаешься. Ну, крестик нажмешь. Да. Крестик. И там... Ага. Кто из них, блядь, крестик-то? Извините. Крестик. Свой крестик я сама нажму. Уйду. Ты у себя нажимай. И там у тебя появятся волшебные слова. Ага. Тебе нужно будет... Тебе нужно будет нажать... Сохранить в историю. Сохрани, нажми. И будьте счастье. И все, что... Поняла? Поняла. Смотри, не перепутай. Потому что я все время... Я сколько эфиров делала, ни один не сохранила. Ты что? Значит, нажать крестик? Сейчас я только его найду. А, заверши. Заверши. Да. О, крестик, блин. Там девять букв, блин, крестик. Хорошо. Значит, нажать и сохранить эфир. Все. Простите, что не так, люди добрые. Мы, в общем, хотели вас развеселить, как могли. Да, все. Давай. Люблю тебя. Не страдай, не грусти. Да ладно. Ты что? Я сейчас всех поубиваю. Пока-пока-пока. Давай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok